Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту Беларуси Александру Лукашенко, непризнанному в ЕС и США, после ареста предполагаемых членов ЧВК Вагнера. Об этом заявила глава следовательной комиссии Верховной Рады по расследованию возможных противоправных действий представителей государственной власти и других лиц против суверенитета Украины Марьяна Безуглая. На брифинге Безуглая отметила, что президент звонил Лукашенко уже после того, как вагнеровцы были задержаны. Он попросил об экстрадиции граждан Украины. По мнению Безуглой, вполне естественно просить об экстрадиции лиц, которые по полученной информации приобщены к агрессии Российской Федерации на востоке Украины. В то же время она сообщила, что в офисе президента Украины прошли некоторые консультации по поводу этой спецоперации, когда были предупреждения о контроле ситуации со стороны украинской стороны. Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявил, что операция по вагнеровцам готовилась точно не в Украине. И рассказал, как просил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко выдать Украины боевиков, однако тот этого не сделал. В то же время Лукашенко лично прокомментировал эту ситуацию с вагнеровцами. В ходе своей пресс-конференции он заявил, что о пребывании в стране 33 боевиков ему сообщил бывший начальник КГБ. Боевики разместились сначала в одной гостинице, потом в другой. А ближе к вечеру у Лукашенко приняли решение их задержать. Все задержанные заявили, что они едут в Россию. По словам президента Беларуси, их лично допрашивал его старший сын. И он же увез их в автобусе на границу с Россией. При этом Лукашенко открыто заверяет, что Зеленский не причастен к срыву спецоперации. Напомним, что в августе прошлого года главу офиса президента Андрея Ермака обвинили в срыве спецоперации СБУ по задержанию российских наемников и агентов Российской Федерации, воевавших на Донбассе. Украинские спецслужбы намеревались задержать боевиков, которые убивали украинских солдат в Киеве. Но из-за слива этой информации операция сорвалась. План СБУ состоял в том, чтобы заманить вагнеровцев в Украину. Для этого была придумана легенда о том, что нанимают людей для участия в военных действиях в Венесуэле. При отборе боевиков интервьюировали и предпочтение отдавали тем, кто воевал на Донбассе. Делалось это все для того, чтобы задокументировать преступления наемников. Когда 33 человека были отобраны, им сообщили, что они полетят рейсом Минск-Стамбул, а затем дальше с пересадкой до места назначения. Лететь из Минска в Стамбул можно только через территорию Украины. По задумке, из-за технической неисправности или потому, что сотрудники СБУ, находящиеся в самолете под прикрытием, должно было стать плохо. Борт планировали посадить в одном из украинских городов. По другой версии, арест собирались произвести в Турции при участии таможенных служб.